всем добрый день друзья сегодня мы будем работать над лафетами и пушками средней палубы будем продолжать этот наш процесс то части мы их обрезали на лобзики теперь я их разъединил но я уже говорил в прошлых частях что надо чтобы они вместе в паре были тогда не будет удобно как бы нам все это делать эти цаповые поворотные чтобы они были на месте ладно друзья давайте сейчас я уже тут видите кое-что уже тут собрал и теперь надо склеивать теперь надо все эти три части собрать и боковины нижняя часть опора она как бы не опора она просто держит по бокам но не важно давайте на одной пушке посмотрим весь этот процесс процесс конечно довольно таки простой тут элементарно просто но все равно чтобы у нас все как бы по порядку шло берем клей да сделаем тут сильно я говорю опять же сильно тут ведь нечего потому что она это этот лафет вот эти боковины они как бы ничего такого сильного держать не будет я делаю так ребят я с этой масленочкой со своего так делаю я не ставлю вертикально чтобы клей уходил вот так вожу ее так лежа немножко тут не развернуться так что вот таким образом берем одну боковинку вторую боковинку шмяк их сюда вот такие у меня тоже видели уже да прямоугольные и что плоскости были под 90 градусов их потом просто так раз вместе соединяем и желательно чтобы вот эти части передней чтобы они были на уровне опоры вот этой вот нижней опоры и нижнюю опору сразу берем немножко придавливаем чтобы она ровно была и теперь главный еще момент какой ребят самый главный момент надо обязательно посмотреть некоторые лафет некоторые стеночки они видите немножечко отходят выровнять их более-менее и сразу взять пушку нашу заготовку и примерить ее примерить в плане того что вот эта часть вот эта часть вот эта вот пушка она стояла ровно относительно лафета почему потому что когда мы будем все это дело от собирать извиняюсь там у меня телефон звонил я отключился пока там смс пришло в общем что я хотел сказать вот видите да чтобы относительно лафета пушка стояла прямо сам ствол почему потому что нам потом все это дело устанавливать если мы на косо стоять у нас сам лафет тоже в окне пушечного порта будет косо смотреться поэтому надо вот такие вещи сразу делать сразу выравнивать и чтобы было у нас все передняя часть но она передняя задняя одинаковая принципе вот так выровняли все здесь подтянули опять этими поп шмяк так здесь если что отходит посмотрели проверили проверили вот все стоит здесь конечно тут и нижней нижнюю часть тоже надо ребят вот немножко так придавлю потому что она бывает она поднимается и вот все готово потом мы сейчас все их склеим потом будем делать тогда поперечные эти маленькие на этом пока все друзья вот видите друзья неровно сейчас получается уходит ствол уходит в эту сторону в правую сторону забыл сказать тогда надо что сделать надо взять еще не застыл просто эти две половинки посмотреть куда вам надо стянуть одну вниз и другой наверх и все и потом ставите видите выравнивается пока еще не заклеена их немножко поиграть с ними туда-сюда пусть даже пушка я просто вам показал ночи когда пушка стоит здесь на лафете почему потому что тогда вам уже наглядно будет все видно и все вот как-то так все делается все и когда потом еще раз приклеили все это стянули еще раз посмотрели просто забыл что их просто двигайте туда-сюда пока они еще сырые вот так вот мы их склеили все теперь поставим поперечную я делаю так просто взять сюда немножко клею положить сразу внутрь в три точки оставили их лучше конечно ближе вниз туда вверху не надо все так сделали потом пинцетом взяли эту точку поперечную деталь сюда ее прямо оставили единственное что надо ее потом выровнять но я на эту тряпку вставлю которую для клея у меня так вот чтобы стол не пачкать все туда и прижали видите она ровная таким образом все все делать дальше дать надо чтобы это ровно немножко будет видно и желательно чтобы она конечно было красиво в плане того чтобы аккуратно вот так вот сейчас мы все так сделаем так ну мы их сделали поперечину поставили но я еще ребята что хочу сказать вам чтобы для усилия для усиления сейчас мы будем покрывать морилкой водяной я уже в предыдущей части показа увидели да как она начинает стенки тут расходиться это поперечина она держит чуть-чуть нам не сильно я еще делаю что я беру вот так вот здесь прохожу еще вот этот вверх клея есть вот как бы сильно жалеть не надо конечно не надо тут так уж прямо заливать а вот таким образом вот чуть-чуть раз отсюда раз так немножечко всякий случай она все равно будет распирает но так она хоть будет целая понимаете еще хотел сказать такую вещь помните в предыдущей части мы тоже делали делали с нашей циркулярной самодельной пины с пилы самоделкина но смотрите там у нас не было упора да что мы вот эти вот детали ровно все напилили боковины вот эти вот нижнюю часть посмотрите ну здесь в принципе конечно не смертельно но я хочу вам просто сказать на будущее показать вот видите что получается видите нижняя часть какая во первых кривая сама по себе эти тоже боковины не сходятся вот это на нижней части еще ничего да на нижней палубы вернее там еще ничего но если мы начнем делать верхнюю там уже детали должны быть но идеальное конечно ничего не бывает но близко близко приближенно к идеалу вот видите получается что здесь вот тоже это выступает это ну да здесь у нас все ровно здесь у нас все красиво в принципе не эта часть не это не нужно вообще ничего не надо надо вот эти вот пять миллиметров которые сверху цап и все и ствол я вам хочу сказать что если вы будете делать если будете делать конечно все таки делайте на станке конечно надо все упор и все выставить чтобы был один размер не циркулем вот как я там показывал дрыг дрыг там делал все миллиметр туда прыгнул миллиметра два-три и вот видите что получается здесь я говорю еще ничего просто на будущее если будете делать особенно в таких больших масштабах там штучная работа еще ничего а там уже пять-десять пошло лучше конечно сделать упор чтобы размеры все были одинаковые выставлены все а циркуль линейки и риски эти делать карандашами это все ерунда так что так имейте ввиду на будущее видите так получается как здесь ничего не страшно но все равно можно конечно было сделать лучше я еще раз повторяю ту пилу я не хочу брать все это проксанскую а на этой самодельной пиле не хватает видите мне длины она немножко такая коротковат так мы их склеили да все склеили внутри у нас тоже видите тут заклеены где покрасил но покрываем морилкой морилка темные ребята видеть темно-коричневая я уже по-моему говорил насчет морилки что она порошковая водная с водой просто разбавляем и до какой вам консистенции надо можно меньше делать темно можно больше темно это уже на любителя у меня кисточка такая уже видели эти все вот так мы культурно макаем все это дело и начинаем надо начинать конечно спереди чтобы нам конечно передняя часть нужна и вот таким образом все это дело размазываем здесь сразу конечно лучше переднюю часть почему потому что здесь основное бока конечно тоже надо сделать все это дело вот так здесь видите белая полоса остается эта полоса от клея но они нам не мешают почему потому что это все не будет видно вот основная наша часть вот это вот торец вот этот торец наша основная часть и вот где цап поворотный вот это вот поперечина тоже все вот таким образом надо сделать будет все очень хорошо таким образом все покрасим я думаю будет нормально и потом будем лаком покрывать после того как они высохли да теперь мы переднюю часть покроем лафетов полочком но здесь не надо все покрывать здесь только вот эту игру переднюю часть здесь вот внутреннюю часть это вот здесь можно немножко нам главное вот этот ребят торец торцовую часть и вот здесь чуть-чуть все больше нам ничего не надо вот таким образом вот так будет как она будет выглядеть засохнет и нужно будет потом дальше нам переходить к следующему вот так будем сейчас покрывать лаком ну все мы собрали лафеты пока работу с ними закончен покрасили переднюю часть покрыли лаком все не надо ребят лаком покрыть но если есть желание конечно можете покрыть нам только вот это торцы нужны торцы и вот верхняя часть тут чуть-чуть все и пушку так поставим осмотрим все нормально видите она все закрывает внутри да тут от этого клея клея было много поэтому белые полосы но они нам не мешают теперь мы с этим с этими лафетами заканчиваем пока больше мы не будем их трогать сейчас займемся будем делать форму вот ли дело из гипса да и будем отливать потом пушку потом тогда все соединим вместе поставим уже будем на палубе уже будем смотреть и примерять выше ниже как нам пойдет так сейчас будем заниматься форме гипсовой полякушки что переходим в формовочный наш цех да гипсоформовочный вот наше тут оборудование ну я повторюсь конечно еще может не раз все это уже показывал хочу еще раз ребят второй раз показать пойдем на вы верхние палубы уже не буду ничего больше показывать как бы по порядку давайте еще раз пойдем ся гипс форма отливка я думаю это не помешает еще раз можно ну что у нас тут все эти оборудование все это есть сырье как бы есть гипсы шлипсы вот смотрите помните я в той части вам говорил что будем пробовать вибрировать вот это короче шлифовочная машинка которая у меня была ручная который я шлифовал корпус но я ее в пакет положил почему поможем в пакет даже в два пакета потому что если ее брать открытый я начал ее надо перевернуть будет вот так от вибрации тут все это пылище которое у меня внутри осталось все летит на стол поэтому я сделал вот так и вот наша небольшая тут ванночка который мы будем гипс я гипс не стал пока мешать воду налил на ее половину воды я вам просто хочу продемонстрировать как вы сами думаете стоит нам этим заниматься или нет почему потому что я тут попробовал и честно говоря если немножко повыше все это дело по дыму и честно говоря ребята я вам скажу что не очень весело все это дело это вода а что будет с гипсом я не знаю тут наверное по всей квартире разлетится ну давайте сейчас посмотрим что будет ну вот я не знаю видели вы или не видели но от этой воды сколько летит тут все наверх поднимается она тут все забрызгала а если это будет еще с гипсом вдобавок я не знаю что тут будет короче мы не будем тут ничего делать мудрить с этими вибрациями будем делать как есть потому что ребят честно я боюсь боюсь в том плане что это все дело не забрызгает а толку никакого не будет если конечно у кого есть желание можете попробовать но судя по тому как лилась отсюда вода я думаю что не стоит мне этим заниматься потом у меня и так тут пылища и знаете сколько еще это будет гипс не отмойся потом так ладно переходим так конкретно сейчас форме по мере возможности ребята буду показывать как тут максимально все это дело у нас стоит вот так вот потому что мне тут надо все равно все это вбок потому что руками тут прямо у меня надо чтобы руками вот ну что давайте дальше продолжим наша эта часть наверно будет опять на целый час как предыдущая но ладно не страшно так теперь с пушкой с пушкой с пушкой мы вот что сделали опять же поставили штырь сюда штырь из гвоздя по диаметру отверстия в дуле почему из гвоздя потому что дерево оно тут разбухает и его потом плохо будет вытаскивать отсюда с формой вообще лучше гвоздь сразу сделали гвоздь такой что один видите видите один один конец на конус идет но это обыкновенный гвоздь его надо обтащить и желательно обтачивать чтобы он был гладкий не шлифовать полировать а чтобы заусенции было мало почему потому что мы потом когда будем форму отливать это же все будет улова чтобы он легко выходил но прошло на прошлой пушке хорошо выходил я вот так сделал где-то на миллиметров 7 глубину вот она риска тут я сделал для чего для того чтобы знать сколько сейчас нам отливать форму надо мы должны знать 7 миллиметров глубину достаточно а потом конечно мне надо мы будем ставить его как есть у нас все с этим тогда все пока оставляем в стороне я как показываю весь процесс или так берем нашу коробку ну по поводу коробки ребят конечно коробку сделать элементарно зачем делать если это все дело выкидывается я их оставляю можно конечно не собирать кому это не нужно можете свою коробку сделать она делается очень просто но я оставлю а по поводу еще этой вибрации что вот сейчас показывал да ну не знаю может какой-нибудь вибро что-то другое найти по помягче полегче может пойдет на я так вижу что гипс будет оттуда хорошо лететь все вода летит тем более половину нам точно надо заполнять даже может больше половины скорее всего больше даже придется будет наливать еще это блядно полетит не хочу и ладно ну с коробкой тут конечно попроще коробку берем этот обыкновенный скотч и вот таким образом я думаю посмотрите я уже говорил чтобы днище нам сделать сейчас я немножко повыше да все это дело повыше так смотрите здесь надо вот таким образом вот брать край где-то вот этот край вот этот край берем и поэтому краю здесь лучше конечно сразу закрепить и поэтому края так по периметру начинаем ее обклеивать берите сразу больше отматывайте потому что он очень сильный вот таким образом вот отмотали все отмотали можно ножом здесь да очень хорошо отходит вот так вот росла сюда и теперь вот эту часть смотрите обязательно это бы надо будет дно но должно быть закрытым я уже говорил что вы отсюда не лилось ничего потому что если будет литься у вас тут получится ерунда ваш весь этот гипс это поле выливается здесь попроще здесь очень элементарно раз и сюда все так же и эту часть сюда хап все видите закрыли закрыли но она такая что он будет держать но если там чуть-чуть мало ли если будет надо должно быть во всяком случае вот как так если вы сделаете она будет нормально держать все ну теперь берем тогда что мы делаем берем отсюда вырезаем все это дело аккуратно опять же все делаем ребятки аккуратно таким образом берите конечно лезвие хорошие чтобы она как бы разрезал за один раз даже еще инструкции для лежит все сейчас мы здесь отрежем здесь не обязательно конечно чтобы ровно было но желательно чтобы она все вот нашу коробочку видите теперь что теперь нам надо вот я вам говорил по поводу этих вот смотрите вот они видите отходит и это конечно это можно все оставить но лучше 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 все это закрепить почему потому что когда начнем заливать вот сюда будет гипс попадать когда мы начнем все это разбирать вот эта штука она здесь останется лучше сделать так чтобы они были все зажаты но здесь можно взять другой скотч можно вот такой этот скотч хороший и тоже опять же ребята говорю что делайте вот чтобы вас инструмент был под определенные детали как зато сделан не сделано чтобы она приспособился например я говорю у меня вот эти ножницы вот я режу скотч и всякие вот такие вещи другими я режу чистую бумагу третье у меня там для железа есть по фольге четвертый у меня там для шпона потому что почему вот дело в чем дело в том что если резать одними ножницами вот на этот лезвие здесь видите на конце если я скотч например режу остается и клей все остается потом другой что-то бумагу резать не очень хорошо поэтому я вот беру эти ножницы специально для этого раз чмяк отрезал все я знаю что они для этого приспособлены и потом отсюда тогда взять вот отсюда и взяли поставили здесь ножницами немножечко отрезали главный результат все видите она стоит здесь хорошо стоит держит все вот так она должна быть тогда когда гипс зальем она она нам не будет мешать также и другую сторону главное что еще раз чтобы она внутри нам главное внутреннюю часть что внутренняя часть желательно без всяких тут заусенцы без всяких этих вещей чтобы все красиво более-менее конечно что-то идеально не будет ничего ответить меня честно говоря это скотч немножечко уже прилив ко мне вот и все вот таким образом видите все коробка у нас готова ничего здесь больше не надо делать ничего нам не надо делать все коробку убираем в сторону сейчас начнем делать тогда форму ну что будем теперь раствор делать гипс есть я уже показывал что у меня такой шпатель есть гипс есть два одним я насыпаю с этой коробки большим а маленький вот такой он очень удобный здесь много не надо но я вам по поводу того сколько насыпать так я на глаз все делаю ребята у меня тут нет весов посмотрите видите эту коробку да но наполовину у нас должна быть заполнена я беру вот так вот вот такими порциями беру лучше пусть больше больше будет больше почему потому что больше не меньше знаете на потом залили и забыли это даже может много я взял но пусть будет ладно все и так же с водой воды тоже как бы надо все смотреть вот ребят надо все так опытным путем приблизительно раз залили размешали это все дело но мешать я как бы не буду сейчас показывать потому что мне надо хорошо все размешать чтобы это дело все размешалось так что я сейчас буду все это мешать вот таким образом все это мешается у нас все это замешивается не знаю насчет вибрации конечно ничего не могу сказать может может быть да можете попробовать я честно говоря ребят не против если все это помогает способствует для того чтобы лучше и качестве не делать я только за честно только за можно еще немножко добавить потому что видите немножечко она жиденько но нормально таким образом все это мешаем конечно надо делать что будем что-то подложить это понятно ясно чтобы что-то был подложен ну конечно мешать надо хорошо что вы видите вот комки остаются комки не надо чтобы оставались надо все эти комки размешивать я тут где-то просчитал или смотрел на видео кто-то говорил тоже что чем дольше мешаешь тем больше их собирается но я честно говоря как бы не замечаю чем больше я мешаю тем больше они уходят или приходят не угадаешь или честно не угадаешь вот сейчас пузыри хватает ну вот сами видите вот видите все это дело плавает заплавает ну вот все показываю в реальном времени так что вот сами смотрите сколько времени это все занимает за сколько все застывает но тут как бы тоже найти сопли жевать нечего честно говоря извиняюсь но по-другому как бы никак и начинаем и начинаем заливать сюда наполовину наполовину поставить форму пусть стоит все еще чуть-чуть все это убираем пусть остальное нас уже остальное не беспокоит абсолютно все вот теперь надо ее конечно немножечко потрясти немножечко конечно потрясти их на чем-нибудь у нас видите не получается ни на чем тут сейчас я возьму свою чудо булавку это тоже честно говоря ерунда это булавка сейчас ее на твердом столе немножечко здесь на твердом столе попробуем как так ну что начинает уже застывать ребята уже пора нам нам уже пора берите середину середину берем и аккуратненько вот как там идет риска да и вот так вот по височке ложим все положили видно да я сейчас не могу ее поднимать потому что не могу вот это вот это ребята самый ответственный момент самый такой самый ответственный момент который надо сделать аккуратно и опять это ложим летничок сюда вот видите он как очень хорошо сюда входит все по размеру все вошло но в принципе в принципе тут все как бы уже стоит само по себе тут уже нам не надо ничего делать немножечко я его утопил этот летничок ну ладно нас летник так сильно не беспокоит нас беспокоит вот этого часть чтобы здесь было как бы все ребятки ну вы сами же должны смотреть я вам показываю конечно здесь все должно быть найдете середину найдете если найдете значит будет все хорошо вот он уже все видите застывать немножко сместилось туда в бок но не страшно это не так смертельно в бок чуть ушло здесь у нас еще будет запас так что нам хватит все застывает теперь застынет мы зальем вторую часть вот эта одна часть у нас застыла она не совсем застыла она конечно сырая еще но мы не будем ждать теперь целый день когда она высохнет в принципе она уже схватилась здесь уже видите она такая уже влага начинает выходить я как бы не жду когда она тут все может конечно есть смысл подождать ну и потом опять также берем вазелин еще для того чтобы он лучше отошел потом что половина разошлись хорошо здесь также будем смазывать также все смажем края все эти она уже конечно схватилась это одна вторая тоже будет отдельно но я обычно мажу все равно на всяких вот эти места все прошлись как есть у нас и вот эти вот тоже края бы желательно ребят забить вот здесь вот самый-самый-самый-самый края вот которые здесь это все забить и потом конечно кистью надо удалить все эти тут от гипса видите остается немножечко желательно чтобы это все маленькие такие частички все эти частички должны быть удалены видеть собираются здесь сама сама кисточка еще такая не очень она уже тут такая древняя и вот тут убраться конечно желательно почистили можно руками пройти ничего страшного тут не было главное чтобы крупных частиц тут никаких не было на самой нашей этой заготовки все все теперь можно заливать я тут уже насыпал насыпал немножко вторую половину когда делаем можно конечно немножко пожиже сделать ну как пожиже не совсем конечно полотам прямо лилась но здесь можно пожиже почему чтобы она когда мы будем сейчас заливать здесь мы и утопили как бы немножко под давление вторая половина на жрите с тут самотеком все это дело будет и желательно конечно чтобы раствор был немножко жидковатый немножко такой водянистый чтобы она могла забить все эти края хорошо иногда это хорошо иногда это так получается что она все края забивает а потом ее не вытащить оттуда но ничего страшного все это конечно тут опять же видите на глаз мы не можем определить как у нас нижняя форма как это все здесь делается видите методом тыка сейчас мы все это зальем оставим теперь надо будет дать и конечно высохнуть и потом будем разбирать и будем смотреть ну как предыдущая часть то же самое и неизвестно не факт что мы нормально все сделать это сделали нормально как она на самом деле будет я не знаю так что вот как-то так все ну приблизительно так вот видите она такая она будет жиденькая звезда видите тоже не надо долго тут мешать все это убираем начинаем начинаем заливать сюда здесь как пойдет уже друзья здесь можно уже так пасти до края налить все вот таким образом у нас будет а как там будет мы уже не знаем разберем посмотрим вот видите она какая да представьте если я сейчас вот на этом вибрике бы стал делать все бы это полетело по всем тут стенкам не знаю но может что там стол какой-то вибрационный должен быть или что-то но на этом точно цели шлифмашинки ничего не получится вот здесь вот я начинаю трясти он видите как уже хочет через края вылезть а там представляете как будет все это были да ну как есть здесь немножечко здесь будет выводы так да можно вот так вот ее как-нибудь попробовать как получится ну собственно и все тут тряси не тряси толку все равно уже нет она как схватился если мне кажется там осталось что-то внутри если что-то внутри осталось пузыри воздушно они так мне кажется и будет все оставляем это дело здесь на этом все за за друзья пусть пока все это дело стоит ну здесь надо теперь уже подольше поставил здесь нам около часа пусть постоит ну минут сорок где-то тогда мы будем снимать все это коробку разбирать стенки все снимать и будем тогда уже смотреть попробуем сразу разобрать хотя бы раз половине нет тогда оставим пусть она застывает там будем дальше смотреть но это пока все ну вот наша форма но немножечко еще да она постояла минут 40 видите еще на очень мягенькая такая вот она видите мягкая почему потому что воды очень много ну как много она в любом случае застывает только с водой ну давайте мы хотя бы разберем и посмотрим что у нас там внутри открывать сильно не надо потихонечку можно забрать ну вот такая у нас форма получилось это конечно коробку уже глутит понятное дело вот видите я вам говорил по этому поводу помните что здесь надо затметь эти боковые хорошо еще видите они как отходят а если вот это было бы она сюда ушла и здесь бы образовался только здесь гипс здесь а посередине бы картон это остался лучше конечно все сделать чтобы она и были нормальной вот так вот но честно вам скажу что гипс сыроват хорошо сыроват поэтому наверное мы пока не будем ничего делать единственное что можно да вот так вот взять снять все вот эти вот вещи которые тут прилипли бумажные чтобы гипсу лучше застывать потому что это на знаете как такая прослойка между воздухом и ее надо убрать тогда у нас будет хорошо застывать он сразу будет схватываться ну вот тут два варианта есть друзья или дать ему постоять но я их туда вложу на плиту на электрическую на блин даю температуру небольшую и она начинает потихонечку сохнуть или вариант такой что разобрать их сразу но я так думаю что наверное разбирать я пока не буду лучше пусть он постоит часок дать ему постоять а потом попозже мы разберем почему потому что он чувствует что он сыроват сыроват такой довольно таки хорошо сыроват пусть немножко там схватится но мне горит понимаете если мы даже форму неправильно сделали не то что неправильно если форм у нас не получилось в любом случае мы будем переделывать это все равно время за сегодня мы можем сделать еще форму и 2 и 3 можно было бы даже сразу еще сделать одну но я думаю не надо сейчас эту форму положим пока пусть она часок посохнет вот такая тянут видео до часу пусть посохнет здесь такой промежуток честно говоря что можно было бы его и разобрать давайте сейчас посмотрим сейчас я возьму немножечко что у нас тут получается с той стороны вроде бы так как бы хочет и не хочет понимаете вот непонятно что она хочет даже если она слишком сырая слишком сырая она сейчас просто у нас лопнет где-нибудь и все ладно не будем с этим париться а вот с этим мы уже форма от видите она хорошая эти хорошие эти хорошие вот получились у нас аккуратные вот видите практически чисто вот эта вторая получилась половина вообще не знаю как конечно они будут когда мы будем лить как они будут выходить потому что одна немножко глубже другая чуть-чуть пониже но видно будет я думаю что вы все нормально главное нас видеть вот эта передняя часть а передняя часть у нас вроде бы вроде бы хорошо все тогда у нас а здесь уже вы сами конечно надо пробовать экспериментировать я говорю сколько выливаю у меня постоянно то одно получается то другое как то в общем ладно тогда у нас с этим все друзья теперь мы начнем форму я подготовлю завтра сделаю литник тут больше все это дело и начнем тогда заниматься отливкой пушек но он не знаю на этом наверно мы будем заканчивать эту часть почему потому что слишком многовато уже посчитал там уже набежал опять не целый час уже много давайте тогда в следующей части мы уже будем конкретно выливать нам очень много еще все равно делается одну часть я не озвучив все нам надо отлить пушки потом их обработать потом все это дело соединить с лафетами установить давайте тогда я думаю что мы как бы в это впишемся в одну часть но мы не вписываемся по два часа делать часть извините тоже это слишком уже перевор тогда давайте в следующей части мы уже начнем отливать собирать все это дело и уже той части уже конкретно среднюю палубу установим и на этом как бы наверно закончим я конечно мог бы все это дело и собрать в 10-15 минут я хочу уже действительно показать еще раз что может действительно кто-то не понимает может кому-то это нужно просто нужно так что вот друзья вот так вот ладно тогда все у нас в этой части все же всем всего доброго удачи пока